снова здорово господа меня зовут романова на канале присен games и у нас парнинг симулятор 2020 ну или просто 20 на не суть важно короче было у нас на стриме сказано что мною было объявлено что мы начнем все-таки заниматься скотиной именно животноводством хорошо но здесь я почитал значит таки в игре попробовал поразбираться чуть-чуть и понял что не каждой скотиной хочется в принципе то заниматься объясню смотри заходим в помощь выбираем животное окей коровы что хавает трава сено продукты молоко навоз и навозная жижа скорость воспроизведения воспроизводства точнее низкая чтобы продать молоко вначале подгоните соответствующую цин сестерну в интерактивную зону откуда надо забрать груз затем отправляйтесь к торговой точке где принимают молоко и первая проблема которая нас встречает это трава и сено это плохо на самом деле потому что требуется некоторая подготовка смотри коровы нам лучше всего подходят потому что у нас уже есть коровье пастбище рядом с нашими полями забегая вперед если мы посмотрим на пастбище овец она находится верхнем правом углу загон для свиней в нижнем правом углу соответственно рядом полей нету и нам все придется возить с наших полей либо докупать поля рядышком но об этом чуть чуть попозже окей дальше идем трава сено для того чтобы нам заготовить траву уж на сен это я уж не буду акцентировать внимание хотя бы траву нам потребуется косилка сена косилка она скашивает траву но здесь есть интересная особенность смотри косилка наша называется новокат x8 ед плюс новокат 301 ед разработчик не знаю чем он собственно говоря там соображал он вырезал новокат 301 ед из этой версии игры она была в предыдущих и эта косилка которая одевается непосредственно перед трактором что позволяет тебе сзади к трактору прицепить грузовой прицеп хотя бы вот этот вот и соответственно ты когда едешь ты скашиваешь траву и тут же погружаешь его в прицеп опять же денежный вопрос 80 плюс 61 тысяча сто сорок одна тысяча это только на то чтобы кормить этих сволочей а еще они будут давать молоко и ты должен его вывозить соответственно тебе нужна цистерна до самая дешевая цистерна с молоком непосредственно стоит 25 тысяч и того мы получаем 166 тысяч только для того чтобы содержать коров это не считаю все остальное да там мы будем получать продавать молоко то есть пойдет какая-то окупаемость я уж не могу сейчас точно сказать навоз или жижу вот эту навозную можем мы продавать или нет но по моему можем да на заводе который он у нас называется где карта который где-то здесь вот а вот биогаз union там по моему можно все это говнецо продать но суть то не в этом суть том то что нам требуется очень большие вливания хотя это ближе всего к нам то же самое касается давай посмотрим овец овцы трава и сена опять жрет тоже самое продукт 6 шерсть ешкин пышкин барабашкин проснись скорость воспроизводства среднем чтобы продать шерсть подгоните прицеп в интерактивную зону заберите а затем доставьте предель вопросов нет нам в принципе требуется то же самое один в один и давай посмотрим прицеп она у нас может шерсть собирать или нет грузовой прицеп ничего не сказано а стандартный прицеп вот что-то я не вижу чтобы шерсть они могли собирать вот это что нам за за для перевозки собрана урожая а что у нас тогда шерсть собирает животные так это у нас тюки не тюки а вот ну здесь ладно уговорили здесь как бы 8000 это невелика потеря но все равно 150 тысяч то вы не дополож 149 если быть точнее окей едем дальше последний этап это у нас естественно хрюшки корм кукуруза пшеница ячмень соя рапс подсолнухи картофель или сахарная свекла круче жрет этот варь практически все продукты навоз и навозная жижа скорость воспроизводства высокая заботьтесь о свиних и они будут плодиться затем их можно выгодно продать используйте скотовозку чтобы привести их к торговцу животными здесь на самом деле получается самое самое то почему скорость воспроизводства самая высокая жрет она практически все то есть можно сеять и при этом же ту же самую сотрясаю рапс да можно есть же скармливать но здесь вопросов как бы нет вообще есть только единственный нюансик один маленький что находятся они у ее и где у нас там нет просто-напросто полей поля эти стоят 190 тысяч двести восемьдесят четыре монет это на самом деле достаточно недешево и поля эти получаются у нас так самые дорогие или не самые дорогие это поле 87000 стоит вот это поле 185 но получается это наверное со ой 336 серьезно прямо таки до 336 441 тысячи но здесь поле здоровенное да здесь 190 только из-за того что мы получаем загон для свиней соответственно нам надо где-то раздобыть 190 тысяч где мы будем с тобой раздобывать естественно торговлей я за все это время не продал практически не всего ничего ни сего вообще ни сего не полагал зато я собирал рапс прицеп конечно хотелось бы побольше но я экономлю денежку вот и сейчас мы с тобой поедем продавать рапс я не знаю сколько денег у нас получится по итогу но будем надеяться конечно же на лучшее так пшеница ячменя вес 0 а вот рапс пожалуйста 111 тысяч литров у нас рапс хорошо давай будем пробовать так цены где рапс а вот на рапс как раз таки 1056 она идет вверх либо 1292 но цена идет вниз соответственно мы можем спихнуть сюда пока растет цена там это не совсем правильно были в идеале надо дождаться когда цена все-таки вырастет уже ой 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 а чё серьезно ближе то нету ближе то походу нету так нет тогда снимаем метку и ждем когда цена вот здесь вот поднимется до максимума мы пока туда поедем грейн сторож где он у нас находится он у нас опять же находится где а во прямо шикарно отличное местоположение меня прям устраивает мне прям нравится очень даже сильно поехали посмотрим насколько высоко там взлетит цена на рапс опять же если мы одну точку забьем рапсом других точках должна цена вырасти соответственно нам выгодно продать много в одну точку по выгодной цене и тогда в остальных вырастет ну опять это не точная информация потому что в игре что-то прыгает какой-то вот логическая цепочка по ценам она просто-напросто скачет до такой степени что она становится просто-напросто нелогической так хорошо едем мы едем 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 на зеленом тракторе приехали окей стоим ждем не продаем нифига так 1283 1065 достаточно мало растет мы наверное сюда успеем еще с тобой доехать мы поехали попробуем покатиться поехали попробуем прокатиться почему бы и нет пока мы туда-то едем цена все равно будет выше чем здесь несмотря на то что она падает на 111 тысяч литров даже если мы по тысяче каждый продадим и получим 111 тысяч а на выходе ой так это будет 180 они 190 алинский это плохо у нас комбайн сейчас работает соответственно он еще нам соберет немножечко рапса я надеюсь что 190 тысяч мы сегодня с тобой на собираем очень хочется на это надеяться верить в это прям вот хочу 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 продавать потому что у нас если что нечего из того что мы не используем практически опять же видишь у нас есть вот этот зеленый трактор мы пока что на данном этапе справляемся только с одним трактом соответственно нам другие не нужны нам нужно еще нужен еще прицеп для перевозки животных если что не забывай просто так мы не можем поехать купить овечку и пригнать ее обратно нет нам нужен специальный прицеп а стоит он по моему 24 вроде как тысячи долларов так хорошо стоим цена 1268 и до сих пор она выше чем все остальное хорошо сливаемся давай сколько давай 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 сколько ты мне говори итоговая сумма число ну десяточка то есть не за десяточку то конечно перевалило окей 10 125 10 125 хорошо хорошо должны мы с тобой сегодня все взять главное чтобы цена нас не подвела если цена будет валиться вниз из-за того то что за перенасыщение рынка но опять же логика в этой игре чуть-чуть до хромает смотри на практике когда мы сливаем все в одну точку в этой точке соответственно понижается цене правильно правильно но во всех остальных начинает резко расти почему так мы находимся все то есть посмотри вот все точки они находятся на одной карте то есть можно сказать даже грубо говоря в шаговой доступности по идее сливая все в одну точку дальше . насыщает весь рынок должен наполняться насыщаться соответственно весь рынок и должна цена везде опускаться но нет в других точках она растет и соответственно здесь логика немножечко дострадает ну да ладно посмотрим что будет во первых дальше с дальнейшими обновлениями а может я просто что-то не догоняю потому что я нихера не торгаш так здесь у нас что вода есть отлично можем набрать воду кстати она по моему бесплатно если я ничего не путаю поехали еще продавать дальше что у нас там по бункеру комбайн работает значит бункер еще не полный отлично а ты стоишь ты ждешь ладно дай пожалуйста спасибо ок смотрим что у нас по цене 1187 цена продолжает падать 1156 цена стоит на месте пока мы туда поедем может цена успеть упасть но мы давай все равно рискнем потому что если даже цена будет на 1 доллар выше то нам всяко разно это будет уже в плюс главное обратно не высыпать поехали нам надо успеть вообще-то далеко не лучшая цена на рапс была и 1300 1400 высокого спроса кстати ни разу не дождался я бы попробовал бы продать все по высокому спросу но увы и ах так что придется работать с тем что есть посмотрим наша главная цель 190 давай давай так сто девяносто одна тысяча долларов это вот прямо наша цель на сегодня соответственно после этого нам потребуется что цистерна потому что нам надо в воду как-то для свинюшек возить нам потребуется прицеп для навозной жижи цистерна точнее для навозной жижи опять же спокойно стоп 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 остановить цену смотрим 1165 до до сих пор цена выше отлично сдаемся сдаемся пока не поздно так теперь кстати не факт что выше 10000 у нас выйдет прицеп она вот в идеале 10000 с прицепа иметь минимум а здесь сейчас походу не получится до 9 286 плохо 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 я тебе говорю заявляю открыто 20 тысяч мы уже с тобой сделали с двух прицепов прицепов это в принципе неплохо 152 156 156 это мы будем уметь по 9000 прицепа а у нас осталось 95 тысяч литров то есть это еще 10 прицепов 10 11 12 прицепов короче сотку мы еще с тобой делаем блин а мы слышь еще не приборзел ли нет ну-ка трактор удела его короче мы либо закончим копейка в копейку либо нам не хватит каких-то там совсем совсем маленьких соплей вот где-то так вот я предчувствую если конечно цена где-нибудь не вырастет и не появится резко высокий спрос который не может появиться по логике вещей но опять же эта игра эта механика соответственно высокий спрос может выстрелить вообще на все что угодно ладно поехали едем 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 высокие дальние края быстрее на хотя и высокие тоже да достаточно холмистая место с особенно вон там вот чуть чуть повыше окей здесь мы куда здесь мы конечно же наполняем нас 95 тысяч литров осталось подсказал мне один человек спасибо ему большое за то что в некоторых странах европы и северной америке вроде бы как мериться именно в литрах так еще 156 вот здесь я вижу ценник и мы туда отправляемся это у нас совсем где-то рядышком по моему было а это мы выезжаем и направо это первая точка которая у нас кстати была на обучение здесь нам показывали когда как продавать это была наша первая точка она у нас тихо едем едем поехали так здесь у нас заправка ни разу туда не ездил опа у помощника е заполнен зерновой бункер шикарно пока мы ездим у нас еще комбайн поработает и мы с тобой сто процентов сегодня должны стоит сделать 191 тысячу по-другому быть не может лошади говорили мне заводи лошадей лошадей завести в принципе можно но опять же есть некоторые тягомотина в том плане что судя опять же по вашему комментарию на них надо гонять каждый день а иначе у них будет херовое физическое состояние соответственно их мы не сможем дорого продать а надо продавать всегда все дорого с максимальной прибылью кпд так называем так хорошо смотрим девяточка будет 9 тысяч 9000 пожалуйста 9 249 устраивает так цена не не падает нет не упала хорошо поехали дальше сейчас мы с тобой захватим зерно из бункера комбайна и опять же из элеватора если мы еще 9000 всадим у нас будет уже сто семь тысяч и на остатке восемьдесят чем-то короче восемьдесят тысяч литров еще сотка еще а так не у нас слушай у нас в любом случае уже получается смотри у нас уже 98 так так и у нас еще больше восьмидесяти тысяч литров а но это 90000 90 до 98 это 180 поехали-поехали-поехали как у тебя бункер 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 я сказал кстати заполнить он дает два предупреждения первое о том то что он практически заполнен хотя он пишет что заполнен и второе это когда он уже полностью будет заполнен он просто-напросто остановится и будет ждать когда мы его выгрузим давай мы сейчас подъедем и заберем из него чуть больше пяти тысяч литров остановись пожалуйста а все стоя наполнями стоя на пол тварь такая ты посмотри а не хочет стоять и наполнять меня ну ладно подождем он сейчас уже заполнится до краев а мы пока цену с тобой быстренько ого цена падает вниз цена падает вниз не лучшее время для торговли конечно же лучшее время для торговли меньше тысячи 150 вот вообще никак не хочется продавать вот вообще просто ни разу мы и так еле-еле укладываемся а если сделать еще меньше тысячи 150 продавать то это будет прям вообще плохо тихо-тихо-тихо-тихо-тихо для нас это будет прямо вообще проигрыш сразу же автоматически я здесь формально проиграть ты нельзя если только ты банкрот так давай поехали собираем собираем не сыпь мимо сыпь телегу телегу прям сыпь о хорош 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 давай 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 подсыпай подсыпай я еду рядом жалко что нельзя трактор зафиксировать вот так же там нажать на имита или какую-нибудь фиксацию там закрепиться как-нибудь что это немножко на самом деле неудобно ну ладно когда ты еще сам трактором управляешь а когда ты например едешь на комбайне и при этом хочешь чтобы трактор рядом с тобой ехал это уже другой разговор но в любом случае кнопку закрепления неплохо было бы добавить мне кажется было бы весьма полезно и практично опять же так давай 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 все есть он заполнил все что мог вроде как пойдем еще с тобой возьмем с элеватора блин цена же у нас падает упала ниже тысячи 150 соответственно мы будем получать меньше 9000 это плохо меньше 9000 вообще ни разу не хотелось получать 997 11077 это мало это плохая цена я тебе честно скажу это очень плохая цена у кого-нибудь двигаться ни у кого не двигается давай мы с тобой знаешь что попробуем сделать мы с тобой попробуем выйти из игры посмотрим сработать ли у нас так хоть что-то вообще вы перезагрузились да то есть не то чтобы игру перезапустили а именно сохранение посмотрим как у нас сейчас цена поменялась или нет есть у нас защита от дурочка по моему ни хрена не работает опять же вот там вот уже тысячу десять давай еще попробуем с тобой также сделать поглядим что у нас будет с ценой на этот раз не устраивает меня цена не устраивает если мы будем продавать по тысячи за тысячу литров это получится 8000 с прицепа это очень мало 1013 она и так и так будет расти неважно заходим или не заходим она и так и так будет расти поехал поехал на 1150 она не вырастет точно что же нам делать что же нам делать насколько у нас точно выливаторе осталось 85000 литров и у нас полный прицеп у нас 9 прицепов 9 прицепов где у меня калькулятор есть у меня калькулятор смотрим калькулятор где открывайся пожалуйста кулю 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 а я почему по-английски на компьютере пытаясь калькулятор от почему по-английски я тебя спрашиваю так кулькулятор обычный не ну не нужен мне инженерного меня сейчас никак не спасет вообще так у нас 99 до 72 72 тысяч его максимум что можем с тобой получить 98 72 это 170 а нам надо 190 190 284 90 284 не подходит не устраивает нас с тобой такая цена вообще ни разу это плохо это там мать и уйти плохо нету здесь и других вариантов принципе не вижу нам надо ждать другую цену либо нам докаживать все поля ну нам и так и так и докаживать вообще по факту эти поля можно было бы на некоторое время закинуть не закидывать их тоже забрасывать бессмысленно были но неудобно на те поля будет гнать взять серьезно говорю нам получается технику придется перегону перегонять оттуда сюда как же она никому же неудобном месте находится на присос это я не знаю сколько свиньи приносят дохода так с ценой все плохо все плохо чтобы нам не гонять технику нам нужен будет трактор да хрен с ним у нас второй трактор есть элеватор я не знаю у нас общий или не общий надеюсь что общий соответственно нам нужен будет еще один культиватор вот этот читерский точнее селка читерская но она стоит сто четыре тысячи мать ее и тить сто четыре тысячи сто четыре тысячи плюс прицеп для животных двадцать четыре ну допустим не 80 это уже до хера двадцать четыре тысячи дальше цистерну на ссср но если покупать то сразу с возможностью вывоза молока это 25 болинский надо денег пацаны надо денег пацаны по-любому нужны бабки да 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 поля я конечно сейчас уберу но мне это много чего не даст это мне даст еще где-то два комбайна полных это десять тысяч литров десять тысяч литров это десять тире двенадцать тысяч смотря за сколько мы с тобой пихнем рапс но цена нас не радует цена нас не радует соответственно мы с тобой берем так ты стоишь здесь не рыпаешься вообще ни разу никуда не дергаешься ты с рапсом блин давай обратно обратно давай рапс какое новое достижение за что давай обратно высыпаю рапс не поедем его продавать по такой цене я его не отдам нет мне очень жалко подходит цене его отдавать если бы не цель в определенное количество денег то тогда возможно было бы я бы и продал но так как у нас есть цель у нас есть некоторая денежная рамка мы не можем себе этого позволить вот здесь опять цена растет 1113 давай еще последим немножко если она вырастет хотя бы до 1150 это позволит нам убить поле не смотри уже по одному доллару добавляется на это плохо ладно ребятушки что я делаю за кадром следующей серии я собираю бабки на поле точно как минимум нам нужна еще одна сейлка в идеале очень сильно нам нужен еще один комбайн это еще 132 тысяч и того сейлка плюс комбайн это уже 250 поле 150 ой 190 охереть соответственно 440 тысяч 440 тысяч да ладушки на этом у нас тогда все если интересненько обязательно подписывайся жду как обычно твоего совет в комментариях большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и канал фрисан геймс